Время суток, уважаемые любители бокса. 3 апреля 2021 года, Ташкент. Патрисио Лопес-Морена, 28 побед, 4 поражения, 20 побед нокаутом. Против Шахрама Геясова, 10-0, 8 нокаутов рекорд у Геясова. Геясов пониже ростом, и его противник, который высокий левша, и, судя по проценту досрочных побед с ударом, определенная проблема, которую Геясову нужно решить. Шахрам Геясов был серебряным призером Олимпийских игр 2016 года и чемпионом мира среди любителей 2017 года. Так что, я думаю, что сделать сможет то, что нужно. Его противника... Ну, тот рефери решил нокдаун не считать. Оставим это на его совести. Как видите, у Геясова получается подходить к противнику и разгружаться тяжелыми ударами по корпусу. Так, с симпатией относятся парни к друг другу, это всегда приятно. Морена 26 лет. Когда он двигается, когда он не застаивается, то он выглядит, ну, относительно конкурентно в этом бою. В первом раунде, конечно, его забрал Геясов, но во втором, вот, включить движение, двигаться влево от себя, это затрудняет работу Геясову. Может быть, поклонники бокса из Казахстана помнят Морену. Он встречался с Батыром Жакимбаевым и проиграл ему нокаутом в седьмом раунде. Также он проигрывал Денису Беринчику в Киеве. Ну и вот приехал в Узбекистан. В принципе, когда Морена двигается, он выглядит неплохо. Но вот если он останавливается у канатов, то у него, естественно, возникают проблемы. Вот как в конце второго раунда, когда он оказался на настиле. Третий раунд. Восстановился ли Морена? Ну, сейчас посмотрим. Пока он двигается только назад, и двигается назад, пока не упирается в канаты. И тут, конечно, снова хорошие моменты для Шахрама Геясова, которые он реализует достаточно успешно. Работает по этажам, и Морена сейчас, как мне кажется, потерял скорость и потерял ноги. А это вот практически приговор, когда ты встречаешься с таким опытным любителем, да еще и бьющим. Ну вот, там рефери бой останавливает. Третий раунд. Ну что, эффектно? Конечно, Геясов разобрался с этим мексиканцем. Я думаю, пора встречаться с кем-то из топ-10 в этом суперлегком весе. Два-три боя, и уже, наверное, титульник должен быть в кармане. Как вы считаете? Надеюсь, вам понравился этот небольшой обзор. Если понравился, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Нас ждет еще много хороших обзоров, классных боев. Смотрите бокс, ведите себя нормально. А с вами был Дмитрий. Всего вам доброго, удачи, и, конечно, до новых встреч.